Наверняка вы никогда не слышали о легендарном оазисе Зирзура. Считается, что этот древний город спрятан где-то глубоко в пустыне Сахара, и его открытие приведет к невообразимым богатствам и разгадкам тайн. Согласно анонимному арабскому путеводителю 15 века, ключ к городу находится в клюве птицы, вырезанной на городских воротах. Возможно, Зирзура не так популярна, как Мачу-Пикчу или пирамиды, но это делает ее еще более загадочной. Легенда гласит, что Зирзура построена вокруг большого оазиса где-то в пустыне к западу от Нила. Очевидно, что город сделан из белого камня и прячет за воротами роскошные дома с золотыми украшениями. История такова. Один книжник записал рассказ о путешественнике, который наткнулся на Зирзуру во время поисков своего потерявшегося верблюда. В какой-то момент он попал в песчаную бурю и отстал от остальных членов своей группы. Путник продолжал блуждать по пустыне несколько дней, а затем из ниоткуда появились два человека и привели его в Зирзуру. Путешественник описал этот город как оазис, наполненный маленькими птицами и построенный из чистого белого камня. Также он сказал, что город охраняли великаны. В 1835 году английский египтолог по имени Джон Гарднер Уилкинсон упомянул этот город в одной из своих книг. Он разговаривал с человеком из Египта, который нашел город случайно после нескольких дней блужданий по пустыне. Он упомянул руины, необычную каменную кладку и большой оазис, окруженный пальмами. Этот человек даже дал некоторые указания о том, как можно найти город, предположив, что он может находиться в западной пустыне Египта. Но вот в чем загвоздка. Хотя группа исследователей отправилась на поиски Зирзуры, она ничего не нашла. В то же время ученые наткнулись на множество ранее неизвестных оазисов. В начале 1900-х на поиски города были отправлены многочисленные экспедиции, в том числе и экспедиция с Fort Model A. Но, увы, ни одна из них не увенчалась успехом. Другие говорят, что Зирзура когда-то существовала, но теперь ее нет. Возможно, ее поглотила пустыня. Считается, что когда-то пустыня Сахара была зеленой. Ученые даже нашли следы древних рек, которые протекали через эту местность 100 тысяч лет назад, создавая зеленые коридоры через пустыню. Но, возможно, Зирзура никогда не была реальностью. Может быть, она существовала только в воображении людей? Была плодом их фантазии, когда они боролись с жаждой в африканской пустыне. На протяжении тысячелетий люди были одержимы поисками другого затерянного города – Атлантиды. Но если это место действительно существовало, то где на земле или под водой оно могло находиться? Согласно Платону, Атлантида существовала на самом деле. И, предположительно, она находилась где-то в Атлантическом океане, недалеко от Гибралтарского пролива. Но как этот мифический город стал синонимом идеального, похожего на рай общества? За это можно поблагодарить Игнатиуса Доннели. Американский писатель опубликовал в 1882 году книгу, в которой изложил 13 гипотез о существовании Атлантиды. Доннели искренне верил, что в этом затерянном городе древние люди жили в мире на протяжении многих веков. Он даже считал, что Атлантида была первоисточником многих древних цивилизаций. И если бы мы следовали подсказкам Платона, то смогли бы найти Атлантиду. Звучит как охота за сокровищами, правда? Что вдохновило Доннели на эти поиски? Оказывается, один археолог-любитель обнаружил Трою, используя в качестве руководства Илиаду Гомера. Если Троя была реальностью, то почему не Атлантида? Когда-то некоторые люди верили, что Америка и есть легендарная Атлантида. Колумб вызвал настоящий ажиотаж, когда привез в Европу новости о новом свете. Но настоящая охота за Атлантидой началась только в 20-м и 21-м веках. Некоторые люди пытались установить связь между извержением вулкана на острове Санторини и разрушением минойских поселений. Но в 2018 году группа исследователей заявила, что нашла реальное доказательство того, что Атлантида существовала. Что же это были за доказательства, спросите вы? Серия загадочных кругов в Национальном парке в Испании. Но круги оказались не более чем экспериментальными прудами для изучения зоопланктона. Давайте признаем, что нет никаких реальных доказательств того, что затерянная Атлантида действительно существовала. Но это не делает ее поиски менее увлекательными. Не так ли? Фонтан молодости. Это не затерянный город, а еще одно мифическое место, на которое, как многие утверждали, они натыкались в течение многих лет. Давным-давно люди были одержимы идеей жить вечно. Или, по крайней мере, продлить свою жизнь настолько, насколько это возможно. У каждой культуры был собственный миф. Например, греки рассказывали о волшебном фонтане, который позволял людям жить дольше. А Александр Македонский нашел райскую реку, которая могла исцелять раненых. Японские легенды рассказывали о горячих источниках, которые могли сделать вас молодым. А местные жители Карибского бассейна говорили о восстанавливающей силе воды в одной из их мистических стран. Исследователи много искали эти волшебные воды, но ничего не нашли. Наверное, самой известной из всех была история испанского исследователя Хуана Понсо де Леона, который думал, что нашел ее во Флориде. Понсо де Леон был весьма своеобразным человеком. Он плавал вместе с Колумбом и стал важной фигурой в районе, известным сегодня как Доминиканская республика. Он нашел золото в Пуэрто-Рико и даже был наместником острова. Но когда правитель Испании решил заменить его на этом посту, он расстроился и решил путешествовать по Флориде в поисках золота и неуловимого фонтана молодости. Он исследовал Багамские острова, но, к сожалению, не нашел ни золота, ни волшебной воды. Тем не менее, он добрался до Флориды. Он исследовал побережье и даже открыл Гольфстрим. К сожалению, его последняя экспедиция прошла неудачно, и он был ранен. Но легенда о том, что он искал фонтан молодости, продолжала жить. Хотя историки не считают, что он действительно искал фонтан молодости. Тысячи людей ежегодно посещают археологический парк фонтан молодости, чтобы попробовать пахнущую серой воду. Это самая старая достопримечательность во Флориде, существующая с 17 века. Некоторые говорят, что вода обладает необычными свойствами, но я оставляю это на ваше усмотрение. В норвежской мифологии есть своя загадочная земля под названием Туле. Считается, что она находится где-то между Скандинавией и Исландией, где солнце почти не светит, а холод пробирает до костей. Люди там выживают, питаясь травами, фруктами и коренями, запивая их отваром из зерновых и меда. Что касается точного местоположения острова, то ученые не могут прийти к единому мнению. Легендарный древнегреческий исследователь Пифей был первым, кто наткнулся на Туле во время поисков оловянных рудников. Он плыл на север мимо Шотландии и после шести долгих дней плавания достиг Туле. Люди там, по словам Пифея, были довольно примитивными, но это неудивительно, ведь они были простыми фермерами. Они показали Пифею, где солнце садится в самый короткий день в году. Они также рассказали ему, что зимой солнце вообще никогда не всходит, а летом нет ночи. На протяжении многих лет историки спорят об истинной принадлежности этой мифической страны. Одни говорят, что это Исландия, другие утверждают, что это Норвегия. Недавно, благодаря группе исследователей, был достигнут небольшой прогресс. Если выводы ученых верны, то Туле может быть неуловимым островом Смола. Он гораздо южнее, чем любой из норвежских островов, которые были в списке претендентов. Возможно, праздновать еще рано, но, похоже, Туле наконец-то найден.